Ну вот такого вы не видели. Называется без отрыва производства. К сожалению, моей супруге сейчас сложно одновременно и камень удержать, и сына. Значит, будем вместе. Будущая телезвезда, кстати. У нас есть такое задание. Раскрутить левый берег. Ну, я его для себя поставил, потому что, помнится, выборы были. И отдельные депутаты как раз козырную карту разыгрывали. Типа левый, не правый. Типа он убогий. Да не такой уж он и убогий. Здесь также работают люди. Здесь отличные квартиры, замечательные дома. И, в общем-то, нет никакой разницы, где вы живете в городе Магнитогорске, когда умрете от рака. Ну, это, извините, правда жизни металлургических городов. Что мы сейчас приехали рекламировать, продвигать точнее? Ну, рекламой это не назовешь. Потому что рекламой это приходи, покупай. А вот здесь вы можете выбрать, на улице Маяковского, 35. Во-первых, себе сантехнику, тут же вам ее установят, потому что цена вопроса это копейки. Работники комбината, которые здесь проезжают, это все проходные практически левого берега, могут оставить машину, вам проведут техническое обслуживание, поменяют масла, ну и отремонтируют, если что надо. Ну и, естественно, это шиномонтажка. При этом, тут есть отдельные сервисы. Так вот, те сервисы очень дорогие, а этот нет. И не удивляйтесь, если в автомобильной программе промелькнет тема сантехники. Или в программе про дом мы поговорим о машинах. Дело в том, что мне интересен разносторонний одаренный человек, организовавший бизнес на своей территории. Не в аренде в раскрученном центре, а именно у себя дома. Это как Клуб Феникс, вот только поселок на левом берегу. А значит, ни конкуренции, ни ущемления интересов. Да и вообще, надо понимать, что в этом деле нет ни копейки сперта с комбината. Походу единственного источника благополучия магнитогорского бизнеса. Кстати, корпоративная этика и идеология, пропагандируемая там, могла бы себе позволить регулярное прохождение тестов на детекторе лжи. Ионы в городе бы уменьшилось, процентов на 90. В смысле, в сфере бизнеса, организованного бывшими и, к счастью, уволенными работниками. Это я про традиционные для каждого боковички, если что. Хочется реально работать с оставшимися десятью. Что и будем делать. Так что же тут есть? На Маяковского 35. Да здесь есть все, чем может похвастаться станция навороченная. Вот только здесь дешевле. Шиномонтаж. Мелкая долгосрочка. И это про автомобили. Да вот еще. Надоело платить за справочную службу. А вот вам бесплатные телефоны справочные. Списанные, так скажем, с бортов боевых машин. И еще раз напомним. Это справочная бесплатная. То есть и в этом реальная экономия. Металлургический комбинат, он отсюда буквально в пятистах, там, тысячи метров. Тысячи автомобилистов, которые приезжают на работу, а потом маются, что у них времени хватает машину обслужить. Они же могут это все здесь сделать? Да. Здесь можем сделать любой ремонт, начиная с шиномонтажа, заканчивая, там, не знаю, там, коробки, двигатель, жестянка. Все, что угодно. Для работников комбината, для сотрудников, там, и для пенсионеров. У нас цены, цены левого берега. То есть дешево, скажем так. Очень дешево. И поселок Крылова, да? Нет, поселок Крылова здесь даже просто. Здесь левый берег, здесь свой контингент людей. Как бы на них рассчитан там. На них мы работаем. А если я, допустим, с правого берега приеду, машину переобудить, сколько это мне будет стоить? Ну, смотря какая машина. А, ну, на чем мы ездим? Ну, восьмерка, нам девятка. Ну, от 400 рублей. Полностью, да? Полностью. С сбалансировками, со всеми делами? Полностью. 400 рублей. А к вам записаться можно на прием? Да, запись есть в нашем офисе, также по телефону, без проблем. У нас есть вип-карты, как постоянных клиентов, так что... А по вип-карте мы обслуживаем 50%. Ну, вот такая скидка? Да, 50%. С этим интересным человеком мы познакомились в ином месте и при иных обстоятельствах. И порадовала энергия, с которой он хватается за любую возможность расширить свое производство и охватить и иные сферы деятельности. Взять, к примеру, сантехнику. И вот такой, небольшой, но актуальный магазин. И он здесь же. А вот так меняется на ходу водопровод и канализация. В слове «на ходу» есть определенная магия. То есть в процессе всей работы стояки не перекрываются. Стояки перекрываются для этих специалистов всего на 40 минут. И этого достаточно для врезки запорной арматуры с переходом на пластик. А затем уже все с быстротой конструктора Лего. Установка водомеров, монтаж пластиковой разводки и канализации. И, в принципе, если без жирушных косяков, то в бой. Через каких-то 3-4 часа. Итак, городу Магнитогорску уже не один десяток лет. Если сталинские дома, допустим, в хорошем состоянии, то хрущевские и новые дома. В каком состоянии? В очень ужасном. Их нужно ремонтировать. Все бежит. Люди жалуются. Человек начал ремонт. Есть ли смысл сейчас возвращаться к вот этим стальным конструкциям? Никакого смысла нет. Все нужно менять на пластик. А сколько быстро он монтируется? Буквально 2 дня. Полностью замена, получается, всего? Да, в квартире 2 дня. Канализация, отопление, стояки, водоснабжение. Я обратил внимание, что вы даже не привозите с собой газовые баллоны. Что вот так все просто? Да, все очень просто. То есть есть возможность без кардинальной переделки отремонтировать полностью сантехнику? Да, без всяких переделок, без всяких газов, без сварки, без ничего. У вас есть ли фурнитура и все остальное вот здесь вот? Да, в магазине у нас есть все. Я обратил внимание, что вы не храните километр труб. Это почему? Ну, они нам ни к чему, потому что если мы сами этим занимаемся, сами делаем, у нас есть склад, там все хранится. Естественно, на рынке конкуренция велика. Но имея свой склад, имея свои материалы, можно сэкономить в цене? Да. За сколько мы поменяем, допустим, стандартную хрущевку, небольшую, двухкомнатную, от стойка и внутреннюю разводку по цене? От 2,5 тысяч. В действительности, таких вот фирм и сервисов надо больше. И здесь именно принцип – сделать, а не продать и навернуть. Так ведь и делают-то вдумчиво и правильно, и цены космические не вдувают. Все по-честному и ровно столько, сколько это стоит. И вообще, в последнее время пословица «встречают по одежке, а провожают по уму» теряет свою актуальность. Потому что за понтами, как правило, стоит низкая квалификация и крайняя степень непорядочности. А вот такие простые люди просто делают и, знаете, делают правильно. Левый берег – спокойное такое место. Здесь люди как будто душой, корнями в земле. Здесь нет дикой аренды. Здесь вообще-то очень хорошо. И мне кажется, что рано или поздно я поеду и в Агаповку, и в Нагайбак. Ну, буду там точки раскручивать, ничего страшного. Телеканал «Звезда» смотрится там, великолепно причем смотрится. Мы сюда приехали на улицу Маяковского, 35. Мимо этого места проехать невозможно, если вы едете на Ленинские горки. Гортеатр проезжаете прямо-прямо и вот туда упираетесь. Естественно, нету бешеной аренды правого берега. Естественно, это низкие цены. И здесь очень душевно. Так вот мне, допустим, поменяли канализацию. Причем, ну, мы столкнулись с серьезной проблемой. Я хотел бы спросить, куда 3000 рублей в месяц тратит. ЖРЭУ или что там такое. За ремонты. Какие ремонты? Я стояк попросил поменять. Общий стояк подъездный не поменяли. Вот мы и плюхали здесь вместе с сантехниками. Вопрос решили. Недаром я все-таки почти кандидат технических наук. Ну, и специалист здесь очень хороший. Здесь также можно спокойно и незадорого обслужить вашу машину. Ну, почему нет? Машину оставили здесь, прошли вот туда и увидели этого пацана. Моего пацана. Я, конечно, им одежду покупаю в Турции и в Египте, но и в других странах. Но, когда времени нет туда смотаться, на левый берег, естественно, здесь все дешево. И вот сегодня и сейчас мы начали это доброе дело поднятия левого берега до уровня правого. Думаю, получится. Продолжение следует...